Так, уважаемые друзья садоводы и не только садоводы, мы с вами сейчас начинаем съемки шестой серии. Закадровый голос и на фотографии один из величайших граждан России, я не преувеличиваю, таких в России единицы. Я знал, что таких всего два. На экране видите Николая Георгиевича, который не только садовод, но большая, огромная просветительская деятельность. Вот его работа, я листаю страницу за страницей. Он этого не видит, но это ничего, он потом увидит фильм. Третья страница. Так, три страницы. Нормально. Ну а дальше пошли его достижения. Почему я сказал два? Дело в том, что я сейчас с архива достал книгу, на экране вот так вот показываю. Второго из величайших граждан России. Это Владимир Бородич, мой друг. Он уже сейчас находится в Эдеме, в райском саду. Вот. Мы не можем с ним сейчас снять фильм. Но когда-то мы с Георгиевичем встретимся втроем там. Вот. И там же будем заниматься тем же самым. Селекцией. Мне почти кажется, что в райский сад тоже нужно немножко это переделывать. Хотя мы не знаем, что там делается. И так, эти люди особая, огромная общественная работа. Вот. К сожалению, среди нас нет олигархов, и мы занимаемся самовыживанием. Например, Николай Георгиевич, он меня слышит. Он, последнее его, казалось бы, скромное деяние, да, прислал 2000 рублей, оплатил сделанных и будущих фильмов, монтаж. Десяти фильмов, которые сделает девочка-студентка Абаканская, у которой стипендия аж 7000 рублей. Вот. И получается, что... А его никто не просил, кстати, Сергеева. Николай Георгиевич, я даю вам слово. Вы начните с этого. Что, у вас деньги некуда девать? Или вы должны обеспечивать эту работу, монтаж фильмов? Даю вам слово. Я хочу сказать, что молодежь всегда надо поддерживать, на которой идет поправлено на какие-то разницы. Я бы хотел сегодня поговорить о сеянцах. Не о саженцах, а о сеянцах. Ведь именно при помощи сеянцам приходят новые культуры, расширяется ареал. Почему это нужно? Во-первых, значит... Ну, проведу простой пример. Есть у меня хороший знакомый Цанка. Он живет в городе Писки, это Алтайский край. И он провел такой эксперимент. Поскольку все мы занимаемся виноградом, несколько раз при этом я проводил, то он в одном из выступлений рассказал такую историю. Он получичил черенки винограда со всех концов России. И в него попались черенки, черенки тех сортов, которые уже у него росли в Юрлище, в саду. Собственно говоря, это был не только его личный сад, но кроме того, что еще возглавлял школу юного виноградаря. И у них в этом центре развития было разбить виноградник. Вот там эти сорта тоже росли. То есть для детей это все было сделано. Затем он что сделал? Поскольку много было, он их побросал на балкон. И при зимой, при разных температурах, он эти черенки вытаскивал с балкона. И ставил их для проращивания. Так вот, получилась такая штука, что одни и те же сорта, те черенки, которые были срезаны с его, значит, с его сада, они выдерживали до минус 30 градусов. Ну, грубо говоря, где-то 30 градусов они выдерживали и давали, значит, сажем, с сажем все давали, да. А те, которые были присланы там с Ростовской области, скажем, с Давского края, те при минус 25 уже все погибали и дальнейшего роста черенков не было. Это вот это говорит о том, что заниматься с садкой сельцами нужно для того, чтобы повысить зимой стойкость к местным условиям. У нас с сельцами растут, ну, растут, значит, яблони, груши с сельцами растут. Растут абрикосов приличное количество. Мы, кстати, продаем с сельцами абрикосы эти. Говоря при этом, если вам не понравится, ждите подоношение, поскольку мы гарантируем, что эти сельцы, они не будут ни вымерзать, ни подоплевать, не будут. То есть они нормально будут развиваться и расти. Так вот, когда они вырастут и заблодоносят, если у вас хватит по каким-то качествам не устоит, то привить на них всегда можно любые другие сорта. Абрикосы почему-то очень избирательны к другим сортам абрикосов. То есть, если их прививать, то они могут не приживаться. У меня есть очень хороший сельц, мой сельц у друга, которого хватит до 50 грамм. Я ветку привил, а через 3 года она отварилась просто-напросто. Так все-таки и не срослась. Представьте, что делать. Но берусь к сельцам. Так вот, сельцы, груши, у меня выросло 2 сельца этих. Сельцы просто садишь сельцами на грядку, потом выбираешь те, которые получше, и рассаживаешь на постоянное место. Так вот, один из них вырос с нормальными плодами, которые поспевают раньше, чем их родители. Очень возрастно. Где-то дней на 10. А вторая груша выросла. Они выросли буквально с 5 сантиметров друг от друга. Эти два дерева. Вторая груша была с невкусными грушами. И поэтому я ее просто-напросто взял и вырезал под самый корень. Выпезал, вырезал под самый корень. И теперь эта груша, поскольку она отклонилась от первоначального состояния, так как у тебя, она в сторону отклонилась. И теперь она за счет роста побегов, она направляется, то есть она становится вертикально растущей. Вот таким образом. Затем у нас очень много растет, значит, персики свои растущие. На экране показываю ваши персики. Вот. Персики. Значит, вот с одного персика мы в этом году собрали 4 ведра персика. Йо-моё! Вы что, на Украине живете? Ну-ка, напомните, где вы живете. Ну, я живу в Южноурадске-то 90 километров южнее Челябинска. То есть это все равно, ну, на рискованного земледелия считается. Я родился в 1950 году. Вот. И когда был в той еще юности, то я не помню. У нас росли только ранетки с яблой. Груша росла, вот эта вот, Тема. И дальше росли смородины, кусты, которые были с очень мелкими ягодами и природными. Собственно говоря, другие... Да, и вишня еще росла. Но вишня у нас в диком виде ее очень много у нас. Мы даже помним, когда у нас созок не было еще, не было своих, то мы специально на работе давали машину грузовую. На грузовой машине мы уезжали на, вот, и березовую, вокруг березовых полок этой вишни росла. И вот приходили и с ночевкой, и набирали вишню, потому что, чтобы сварить ловильное. Причем она там совершенно разная. Она была там и с круглыми, и с длинными, и ягодами, и с длинными. И по вкусу совершенно разная. И по цвету тоже, кстати, светлой темы. Вот таким вот образом. И вот эти вишни, они у нас в саду растут. То есть у нас им где-то порядка четырех типов растет эта вишня. Десять. Значит, полевая вишня, которая высотой полметра. Есть вишня, которая высотой под до четырех-пяти метров. Вот такие вот. Значит, что еще и сенька. А с перчиком, я думаю, так вот перчик, значит, сенька у меня десятилетий растет. Представляете, он кладоносит, и все с ним нормально. Единственное, что укрытие. Конечно, их надо сходить под углом и укрывать. В прошлом сезоне мы их немножко плоховато укрыли. И я тут шел, когда в марте месяца, думаю, девки-палки, смотрю, там, как валился, ковер валился. На пол упал. На фенду упал. Вот. Подхожу, там дыра такая. Ну, и что, вот в этот дыру холод проник, а мороза будет минус 42 градуса. И пришлось ствол вместе с ветками от него вырезать. То есть он просто занес. Урожай был слабенький, очень слабенький. И второе, то сенью будет. И вот где мы собрали 4 ветра, там все было полуоткрыто. Это самое. Вот. Но в этом году еще, значит, мы хорошо укрыли, значит, в следующем сезоне урожай будет очень хороший. Так вот, мы... У меня весна зашли сеньки персиков. То есть в грядки посажены косточки, там агрикосов, персиков, слив, там вишни, все-все-все-все. И смотрю, только сошел снег. Только сошел снег. А у меня грядка стоит, смотрю, взошли сеньки, причем схожесть порядка 98%. Все врасту, то есть не трава, еще даже не начала расти. Вот. А все остальные косточки начали всходить только через месяц. После того, как этим зашли. Значит, косточки этих персиков были взяты с сенька персика. То есть это второе поколение. Вот второе поколение в нашедших этих персиков, оно уже практически совсем адаптировалось к местным погодным условиям. К местным погодным условиям. То есть вот это вот из этих персиков нужно получить тридцать, четвертое поколение. Может, какой-то из них будет выдерживать и морозы для веток ниже минус 25 градусов. Потому что они ниже минус 25, они замерзают по уровню снега. То есть можно не закрывать, не укрывать, ничего-таки выращивать, но по уровню снега не замерзают. Поэтому мы их приспиливаем к железными крючками и дугами в земле, в земле как можно меньше, а потом укрываем как виноград. Поскольку в диаметре этот 10-летний саженец, он больше 5 метров, то есть 5 метров кругом еще надо вот внутриться укрыть. И закрывать сверху подселенную пленку. Вот таким образом. Значит, что дают эти сиенцы? Они ценные, понимаете, в чем дело-то. У них единое, единое, не единое, а полностью одно биополе вот этого растения. Если же вы начнете прививать, то вот прививки у подвоя одно биополе, у подвоя другое биополе. Они вступают в контакты, тем самым нарушается целое биополе, полное полное биополе растения получается с разрывами. А иногда они просто торгаются, а просто напряжаются. Я же говорю их про адрикос в самом начале. Затем у нас растет щенец и смородины, те же самые растут. Орехов грецких. Поскольку орехами садишь, и орехами садишь, значит получаешь щенец. Один из этих видов орехов у нас плодоносит. Орех называется сердцевидный. Очень мощный, очень сильный. Значит в этом году, не второй год, не третий год плодоношения, они дали нам больше двух деревьев, больше 20, около 20 орехов. Они такие же как грецкий орех, только корый. Только в виде сердечка, ну и примерно раза в два меньше среднего ореха. Грецкого. Покушные. Нет никаких перепонок практически в этом орехе. Поэтому я их посадил, чтобы получить в будущем следующее поколение грецких орехов. Вот в этих сердцевидных орехах. Растет у меня вишня очень интересная. Кто-то когда-то пытался провести, скрестил вишню с черешней. Вот этот вариант пошел по варианту вишни. И эта вишня поспевает, то есть она поспевает дней на 10, на 2 недели раньше, чем самая ранняя вишня, вот у нас та, которая есть. Она также вот цветет букетными этими почками. У нее там бывает по 5-7 ягодок с одной, с одной почки выходят. Листья у нее, как у вишни, но только чуть-чуть, может, вкус черешенки, черешенки там некоторых посланий. Причем поскольку они всходят, то есть она поросли не дает, эта вот вишня, которая растет. Она мало подвержена, как амикозу, поэтому это очень отличный вариант. Причем, естественно, что она всходит от косточек очень редко. Но каждый еще вот этот сень выросшей вишни, он обладает своим оттенком вкуса. Это удивительная вещь. Я вот, у нас растет рябина, росла, вернее, ее тут ураган, но ветер снес. Я шел под, ну, в смысле, а под этой рябиной вдоль забора растет вишня. Я иду, если пробовать, учу-то вишню под этой рябиной, вкус какой-то такой интересный. Когда распробовал, практически съех и выпрямо все косточки, я понял, что это просто-напросто цветочная пыльца рябины попала на цветочную пыльцу вишни. И вкус какой-то, ну, под кем-то рябиной. Хотел ее пособирать, и, блин, в этот, в любой сезон эту рябину обломала совсем. Ветром ее просто, ураганом свалило, она была в диаметре больше, не свалила, а сломала ее. Больше, чем 25 сантиметров в диаметре. И вот ее на высшем, выше человеческого роста ее просто-напросто сломала. Вот таким образом. Выращивал я семенами землянику, когда ее передачи по садоводству, ну, в интернете можно найти там разумное садоводство, там показано. Выросли из ягод совершенно различные. Во-первых, и цветы были там, и розовые, и фиолетовые, и белые. И ягоды потом появились. И, причем, ягоды тоже разных цветов, и эти самые, ну, разные, и, как сказать, проще говоря, ягоды были вкусные разные, но так, по-моему, ничего у нас не осталось после них. Так что, вот, когда выращиваешь, я выращиваю вот эти семенцы, а причем, как было сказано, что если ты садишь своими руками, ты передаешь энергию своих, свою энергию этим семенам, и вырастают те деревья, которые дадут плоды, способные восстанавливать энергетику вашего тела и лечить какие-то ваши заболевания. Это очень здорово. Очень здорово. Раньше, значит, семена носили в мешочках на своей груди, чтобы они зарядились, ну, овощей культурой имени, да, и других тоже, чтобы они зарядились энергией человека. А что это работает? Что это работает? Вот таким вот образом. Вот таким образом. Ну, что еще можно сказать? Поэтому, чем больше вырастет у вас семенца, выращивших, значит, посаженных в вашем саду, тем лучше вы будете себя чувствовать. Чувствовать. Значит, вот эти семенцы персиков, их можно будет... Это и семенцы абрикосов у нас есть, то есть мы же их тоже продаем. Пишите, обращайтесь, поделимся. Так, сейчас я твой адрес найду, секунда. А то пишите, откуда они... Сейчас, сейчас... Вот, друзья, на экране укрупняю в 10 раз. Вот. Итак, 457-042, улица Энергетиков, дом 75, Южно-Уральск, Челябинская область. Раз, два, три телефона. И Ямайл, или как он там, электронный адрес, вот он. Надо просто набрать, виноград Сергеев, Южно-Уральск. Нет, так спокойнее, уже набрано, всё. Кто увидит фильм, тот уже в плюсе. Так, гражданин Сергеев, я слово гражданин с большой буквы произношу. Вы знаете, какой кощунственной вещь вы совершаете, да? Что вы следили, нет, за моей полемикой с выпускниками, и выпускницами Темиряшинской академии, кандидатами наук. Значит, они цитировали не себя, но цитату привели так, по памяти. При свободном опылении сортовое качество сеянцев не повторяется, и получаются дички или жердели. Какое вы право имели садить сеянцев, если вы должны были получить жердели? Вы почему не читаете классическую литературу? Вот они изучили, им в голову не приходит брать культурные полоды, неважно, абрикосы что. Как вы оказались в числе этих современных, как их назовем, еретиков? Вот. Но вы же грамотнейший мужик. Почему вы это самое не поверили им, и у вас теперь один из лучших садов в России? Да, потому что очень просто. Во-первых, давай про этих всех кандидатов технически. Ну, только без мата. Я когда задал им вопрос, уездил на конференцию в Москву. Вот, вот, вот. Давайте. Я задал им вопрос, что такое семья. Значит, вопрос следующий, что такое разумное садоводство. По природной земледели? Нет, не по природной земледели, а поэтому. Препарат-то все, в этой сепоне, который... Это... Ура, это... Это... Это, да? Это технология что такое? Они мне ни на один вопрос не ответили. Я со мной была доктор, швейскохозяйственная с наук пожилая. А что ты их спрашиваешь? Они с тех 90-х годов, они все эти дипломы за деньги купили. Ну, в смысле, не дети 90-х, а учились они в 90-е годы, тогда уже все на деньги перешло. Все за деньги, где комнаты куплены, от нами, у них за техния. Это раз. Почему? Значит... Вообще, вопрос, это очень глупо. И все селекционные станции как раз тем заниматься, что опыляют или опыляют растения, высаживают вот эти селекции, из них выявляют вот новые культуры. Вернее, не новые, новые культуры могут быть, кстати. И новые, значит, селекции, которые соответствуют самым лучшим параметрам. Именно потом эти селекции превращают в сорта. Ну, вот тут вопрос такого числа. У нас же государство на Голдобандитское. То есть людям нужно доплачивать за то, что они вывели новый шорт. А с них, наоборот, требуют, чтобы они вошли в этот... Ну, перечень сортов, название будет. В реестр культуры. Они должны сами доплачивать, значит, за то, чтобы в этот реестр попал выведенный их шорт. За то любая дрянь туда попадет. Мне... Мне говорили, плати железов, и все, и все твои эти сертификаты получишь. Ну, да. Ну, по виноградам, что все там давно на все это дело плюнули, плюнули, а они у нас так, они... Если посмотреть в реестр этих растений, там винограда, ну, там, если, может быть, что 50 наберется, а на самом-то деле, я их уже за 3 тысячи этих шортах. Поэтому вот такая вещь. Им государство не интересовано. Поэтому вот новые лучшие сиенцы, лучшие сиенцы, они подтверждаются испытанием. Ну, это у меня тут знакомая, сябрану. Она говорит, Николай, Что ты тут со своими персиками носишься? Для того, чтобы доказать, что персики растут на Урале, ты должен их передать на сортоиспытательную станцию. Вот там сортоиспытание должно пройти или 5-7 лет. Вот если они подтвердят, то тогда еще что-то там сколько-то лет надо на то, чтобы их зарегистрировали как сорта, понимаете, в других услугах. Я говорю, дойдите вы, люди ко мне приходят, берут, у них все растет. И поэтому факт предпоследней переписи, не та, которая была в декабре, в последней переписи, а население. Там это получилось, ну, где-то нашел я эту ссылку, что на 30% с чешских подворьей растет виноград. А ведь когда я начал приниматься виноградом в начале 2000-х годов, у нас его тут практически ни у кого не было. Вот за счет того, что за счет статей, за счет, значит, различных телевизионных интервью, которые давал различным телевизионным персоналам. Виноград сейчас практически у нас процентов-то 50-70 занимает. Получает. И именно, значит, я знаю, что, да, вот теперь сеянцы винограда. Сеянцы винограда у меня поводоносят штук 12, наверное. Причем, значит, я отобрал 5 штук, которые выдерживают... Они неукровные. То есть это новое слово виноградов, что не хотите революция виноградов, когда хотите. Потому что они выдерживают минус 42 градуса без подмеживания. И сразу выдерживают плюс 42 градуса. Да это очень хороший урожай. Пусть эти грузди небольшие, грамм по 100, 150, не больше. Но они вкусные сами по себе ягоды. Я не с мускатом. Так, Георгиевич, я тебя прерву. На этом месте, когда ты сказал вот эти слова, да? Скажи, пожалуйста, у тебя есть правительственные награды на уровне России и Советского Союза? Ну, если вообще ты говоришь про награды... Нет, именно правительственные. Государственные. Есть, конечно. Потому что я занимался поиском космических кораблей. Да нет, в садоводстве, твою мать. В садоводстве. нам заказали удачную посадку космического корабля нам и в блоке самые награды. Георгиевич, не уходи. Не уходи от ответа. Прошу тебя. Осталось три минуты меньше и закончится сама запись, остановится. Ответь, пожалуйста, за садоводство тебя не награждали? Знаешь, что Мичурина награждали? Его ненавидели ученые. Он дальше всех продвинулся. Но правительство царское оценило и дало ему орден. Так вот, я тебя спросил, тебе дали орден за виноград, за все, что ты сделал, за организацию этих самых государственных, всесоюзных, можно так сказать, эссенговских съездов садоводов России. Ты единственный, кому поехали профессора. Тебе отдали за это орден? Да не нужен он мне, вот это. Да пошел ты это. Все, Георгиевич, чуть тебя не послал. Дело не в тебе. Дело в том, в уважении к таким людям, которые держат Россию на плаву еще, которые развалятся на куски. Я тебе спросил. Вот нет, какой-то тебе врусили. Нужно, чтобы кто-то тебя представил на это зорким. Понимаешь? Так ты же сейчас сказал кощунственную вещь. Эссенцев-то должны дички вырасти. Нажми эту же фразу в этом, в Википедии. Ее же профессора, академики составляли эту фразу. Подумаешь, 90 лет прошло. Ну и что ты хочешь сказать? Ну, давай так. Я же, я же, как тебе сказать, ну я хорошо сотрудничаю с администрацией. То есть я, то есть с администрацией города у нас полный контакт. Понимаешь? Я встречал... Ну хорошо, тебе тысячу рублей дали какую-нибудь премию за то, что ты город прославляешь. Нет, нет, блин, мне деньги... А, все, все, все. Так, все, это самое. Все, я хохол. Я на деньги перевожу. Все, Георгиевич, время вышло. Сейчас отключится запись. Вот, смотри. Слушай меня последние секунды. Значит, еще серии будут? Значит, я выйду в эфир, если какие-то вопросы будут от садоводов. От меня будет вопрос. Готовься. Влияние гепатогенных зон на здоровье людей. Есть ли связь между раковыми болезнями у людей и гепатогенными зонами? Я тебе свою лучше лекцию прочитаю. Мне хочется... Так, быстренько, быстренько, представьтесь для всех. Ну, а значит, в следующем будет. Ну, пожалуйста, садоводова Наталья Юрьевна Сергеевна. Я хочу дать комментарий по Валерию Константиновичу к твоему вебинару о философском рассуждении, о подавинизме. Ура! Все, заканчивается запись. Следующая серия будет. До свидания, друзья. Время вышло. До свидания.